Здравствуйте, Анатолий Эдуардович, меня зовут Николай, я из Черкасс. У меня такой вопрос, вы говорили о сверхскоростях, которые будут свыше 1000 км в час. Будете ли вы строить этот демонстрационный участок здесь или в другой стране? И второй вопрос, Илон Маск тоже начинает развитие этого направления, и есть ли у вас намерение, скажем так, сотрудничать в научных направлениях в этом, то есть совместную работу проводить? Ну, я тогда с конца начну. Илон Маск на самом деле продвигаю то, что придумали в России еще сто лет назад. Эта вакуумная труба, это не секрет, она давно, даже помню я задачки решал в школе, когда земной шар и тоннель вакуумный делается вот так, как хорда. И гравитация разгоняет транспортное средство, а потом гравитация тормозит. Собственно, провисающая путевая структура, у меня идея тогда еще возникла. Так вот, я занимался вакуумными трубами, вот транспортом, когда еще Илон Маск не родился. Если взять, если взять монографию, просто я не взял ее с собой, монография, которая написана 30 лет назад, научная, там все то, о чем говорит Илон Маск, у меня описано там в монографии, даже иллюстрации. Поэтому в научном плане нам нечем сотрудничать, у них есть только картинки красивые, а у нас инженерная часть проработанная, научная часть. Поэтому, естественно, мы будем сами это разрабатывать. Просто они умеют пиариться, они же американцы, а мы не можем. У нас же наоборот, если ты немножко поднялся, то тебе надо прессовать. Если ты немножко высунулся, то тебе тоже надо поставить на место. Илон Маск, по-моему, здесь бы ничего не сделал. Он бы, наверное, в тюрьме сидел. А я, видите, жив-здоров. Хотя не одно, дело заводилось, да? Поэтому у меня другая здесь как бы татика и стратегия. Ретро-работа продолжается. Это не вакуум нужно, а фар-вакуум. Его легче получать и на самом деле вакуум глубокий не нужен. А то, что, допустим, Илон Маск открестился от Гиперлупа, там уже несколько компаний разрабатывает. Он говорит, это не мое, он как умный менеджер понимает, если не получится, он скажет, это я ни при чем. А получится, скажет, ну вот это же я и придумал все. Так вот, когда мы изучали, мы даже выстроили систему продувки в компьютере, вот ординамической продувок, в том числе в вакууме. Когда мы продули в вакуумной трубе то, что показывают Гиперлуп и Илон Маск, вот тот модуль. То оказалось, что у него дикое сопротивление будет вакуум. Потому что и температура там, где будет воздух уплотняться, около 1000 градусов. Это вообще система в таком виде, как они рисуют, это рисуют дизайнеры, неработоспособно. У них ничего нет, кроме красивых картинок. Так. Поэтому Илон Маск сейчас говорит, давайте уже под землей будем рыть тоннели. И уже там говорят, что вроде в Лос-Анджелесе тоже уже будут рыть тоннель, где будут уже ездить автомобили. Это будут тоннели автомобилей. И когда я был в Эмиратах, вот встречи были в конце прошлого года, я знаю, что Илон Маск там был и пытается продвинуть проект Гиперлуп в Эмиратах. В частности, Дубай, Абудаби проект. Я в аэропорту пришлось долго сидеть, несколько часов. Я набросал расчеты по двум системам. Скайвей и Гиперлуп, вакуумная труба. Дубай, Абудаби. И когда мне задали такой вопрос, я его ожидал. Я говорю, вы знаете, что вы можете конечно и вакуумную трубу построить, которая будет стоить ну минимум 20 миллиардов долларов. А можете скайвей построить, это будет стоить ну максимум 500 миллионов долларов. При этом вы доедете из Дубая на Абудаби на скайвей на 7 минут быстрее. Они говорят, как, там скорость 1200 км в час, а вы говорите, у вас 450 штатная скорость. Я говорю, ну так давайте посмотрим. У нас сел и поехал, дверь закрыл и поехал, а там сел, надо закрыть. Ну видели, как закрывают в самолете дверь, да? Надо заклиматизировать, а потом в камеру, в шлюз, закрыть, закрытый шлюз, откачать в воздух, чтобы получить вакуум, потом открыть шлюз, а то модуль заедет туда в трубу и начнет разгоняться. И с другой стороны вот эта же процедура в обратном порядке. И не дай Бог, если модуль потеряет герметичность, все погибнут. Проверят несколько секунд и все погибнут. Поэтому, я говорю, выбирайте сами. Что? Они говорят, ну хорошо, но у вас же тоже есть скоростные проекты, вот, типа гиперлупа и груда, есть. Формак, груда, труба, где с инженерной точки все проработано. Но, чтобы построить тестовый участок, нужна длина не менее 60 километров, не менее. И стоит, тогда будет порядка 800 миллионов долларов. Поэтому здесь мы построить не сможем. А если нам отведут, допустим, 80 километров, 60 километров где-то длину, при этом мы можем идти как на воздух, так можем под землей идти. Ну, если мы сможем найти инвестиции в объеме 600 миллионов долларов, то можно это сделать и вот здесь, в Беларуси, и это направление. Сверхскоростное на земле. 1250 километров.